Оформить в собственность место для авто можно будет в упрощенном порядке. Стать владельцем гаража и земли под ним станет проще. Власти готовят новую амнистию для недвижимости на этот раз для объектов гаражного назначения. Законопроект позволит упрощенно оформлять собственность по двум документам. Фото, Марина Волосевич слеш РГ. На общественное обсуждение вынесен подготовленный Минэкономразвитие проект закона о гаражах. Порядки приобретения прав на них и о поправках в ряд законов. Как пояснили РГ в министерстве, внесение документов правительства намечено на май. Закон может заработать с 2020 года. Россиянам дали еще год на легализацию зарубежных счетов и активов. Главная задача законопроекта, как подчеркивают в Минэкономразвитие, дать возможность гражданам, не имеющим документов на гаражи, оформить их в собственность и приобрести участок под ними. Сегодня в Едином государственном реестре Юрлиц зарегистрировано 36,9 тысячи гаражно-строительных кооперативов, а на кадастровый учет поставлено свыше 5,6 миллиона гаражных объектов. При этом количество существующих, но не оформленных в установленном порядке гаражей значительно больше. А права собственности на свои гаражи россияне вообще не спешат оформлять. Да и вообще в нашем законодательстве нет таких понятий, как гараж и гаражно-строительный кооператив. Упрощение процедуры оформления в собственность гаражей это, прежде всего, «Возможность узаконить легально возведенные комплексы», подчеркивает первый зампредседателя Московской областной думы Никита Чеплин. Важно, что оно планируется применять только к гаражным кооперативам, которые пользуются земельным участком на законных основаниях, а не на те гаражи, которые были самовольно поставлены на дворовых территориях. Сегодня в связи с отсутствием В. Эвзиага с регистрацией недвижимости определения гаражей узаконит их можно только в суде. Это сильно ограничивает права владельцев. Сделка купли-продажи бокса в гаражном кооперативе не регистрируется в Росреестре, а фиксируется в членской книжке. Прежнего собственника исключают из членов гаражного кооператива и указывают фамилию нового. Отсутствие документов не позволяет легализовать издачу гаража в аренду, оформить завещание, договор дарения. Отсутствие права собственности не дает возможности застраховать имущество, получить ипотечный кредит на покупку гаража. Защитить свои права в суде при столкновении с недобросовестным продавцом либо в случае изъятия земельного участка и сноса гаражей также сложно. О строительстве дачных домов придется сообщать местным властям. По словам Чеплина, с подобными проблемами сталкиваются более 70% владельцев гаражей. Устранить этот пробел в законодательстве можно только одним способом максимально упростить регистрацию права собственности на гаражи. Следует отметить, что законопроект предусматривает оформление права собственности в упрощенном порядке по двум документам. Необходимо будет предоставить документ о предоставлении земельного участка гаражно-строительному кооперативу и документ, подтверждающий факт внесения поевого взноса на строительство гаража. Для регистрации права собственности и постановки на кадастровый учет понадобится также оформить технический план на индивидуальный гараж, гаражный бокс или машина место. Упрощение процедуры оформления в собственность гаражей и это, прежде всего, возможность узаконить легально возведенные комплексы. В результате упрощения регистрации гаражей их владельцы получат гарантии на защиту прав собственности, а государство дополнительные налоги, подчеркивает Чаплин. Напомним, что сегодня от налогообложения на один гараж освобождены мужчины и женщины старше 60 и 55 лет соответственно, а также еще 15 льготных категорий граждан.